По пути к Чуфут-Кале, куда мы направляемся, Свято-Усфенский монастырь в скале. Здесь еще напротив храм Георгия Победоносца. Здесь все по богословению, фото-видео запрещено за колокольней. Эскурсию могут только священнослужители везти. Один из пунктов по маршруту – мусульманское кладбище. Тут столько людей, организованные группы. С ума сойти. Приближаемся к пещерному городу Чуфут-Кале, южным воротам. Инфа о режиме работы и ценах. Мы зашли через южные ворота. Пошли сразу пещеры. Кераимский Кенаса. Вообще город шестого века. Так что, что здесь только не происходило. Кенаса внутри. Продолжение следует... Здесь такое эхо. Тут усыпальня Джаники Ханым. Дочери Ахтамыша. Кидают сюда монетки. Встречаются тут такие вот древние жилища. В принципе, ничего такого. О, окошечко. На эту красоту. Пещерный комплекс Чалыш-Кабасы. Оборонительные рвы. Снова чудесный вид. О, как гулко. Ого, сколько проходиков всяких. И тут большой зал. Собственно, и все. Ну, интересные тоже ходы-выходы. Усадьба Ферковича, которая закрыта. Так что не попасть туда. В конце маршрута Караимское кладбище. Древнее, древнее. Встречается много нангробий на древнееврейском языке. Вполне возможно, это еще даже до 18 века кладбище. Потому что свое название оно получило лишь в 19 веке. А когда тут начали хоронить, даже не знаю. Дорога туда-обратно примерно заняла 2 часа. До Южных Ворот подъем не такой уж тяжелый. Гораздо менее крутой, чем этот. Поэтому идти не составляет никакого труда. Хотя предлагают к Северному входу доехать на джипиках и уже исследовать город Чуфул-Кале с Северного до Южного выходов. Мы в Заозерном. Такой поселок. Инфраструктура в плане ресторанов. Все такое здесь не особо, по крайней мере, мы не видели. На пляж мы ездим. На машине. Вон оттуда. Пляж тут оборудованный. Есть и дикие пляжи. И песочек, наконец-то. Во второй половине дня пляж немножко опустел. Даже очень множко, потому что все было занято. У меня было ощущение, что мы все находимся. Ладно, большая песочница, потому что так же очень много детей. И что мне тут не нравится, где казалось бы море, песочек. Здесь очень много насекомых. Прям очень много. Они прям летают. Какие-то мелкие букашки. Очень много божьих коровок, которые садятся на тебя. И водичка холодненькая. Мы приехали к озеру Сосык-Сиваш. Это одна из его пресных частей. Лебединое озеро, где очень много лебедей. Они прикормленные. Собственно, куча других птиц тоже. Тут же, помимо сувениров, вон там продают корм для лебедей, которым их можно кормить. Я читала, что они привередливые и не все едят. Поэтому можно купить здесь корм за 50 рублей. Вот здесь уже меньше людей. Такой тут пятачок. И тоже лебеди. Мы подъехали к самому озеру. Это самая популярная точка. Здесь уже очень много машин. Сейчас время полдвенадцатого. Оттенок, конечно, зависит от многих факторов. Я слышала, что в полдень самый яркий цвет. Поэтому мы подъехали к этому времени. Сейчас подойдем поближе. Добывают соль здесь, на этом озере. Оно еще славится лечебными грязями. Я не знаю, насколько эта грязь лечебна. Но вот уже видно следы соли. Она богата всеми возможными минералами. А грязь просто практически полное собрание таблицы Менделеева. Кто-то уже потерял тапок. Я тоже в шлепках. Поэтому, пожалуй, их сниму и дальше пойду босиком. Без тапок. Совершенно безболезненно. Соль не колет. Ой, я опять провалилась в грязь. Вот здесь вдоль этих свай самое популярное место для фоточек. Говорят, до конца сентября вода такого цвета из-за водорослей, которая здесь находится. Но, собственно, мы очень удачно попали. Вода действительно красно-розовая. Посмотрите, какая розовая-розовая вода. Просто бомбический цвет. Редактор субтитров А.Семкин Вот так уже осела соль на моих ногах. Там, где были укусы, немножко пощипывает. Практически я даже не поцарапалась. Только если совсем чуть-чуть. Как вариант, можно в коралловых тапочках пройти. Их вроде не теряют. Но в шлепках, конечно, не вариант. Сапоги или босичком. И, конечно, нужно с собой взять водичку, чтобы все вот это потом смыть. Подъехали к другому месту. Дальше по озеру. Здесь вообще никого. Вот такая крупная соль. Очень твердая. Мы видели, люди шли с топорами, лопатами, ведрами, чтобы собирать соль, видимо, на продажу. Ой, тут становится мягче. И вот такая красота. Еще хочу сказать, что от песка, гальки у меня уже такие были грубые пяточки. И сейчас они после прохода по соли, как у младенца. Пилинг на 100 баллов шикарный. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Доехали до Кассы Беляус. Светлый песочек, красивого цвета море. В основном вся коса дикая. Если поискать, то есть тоже обустроенные места. Но с палатками сюда вообще, мне кажется, идеально приезжать, отдыхать. Вот такая красота. Приехали на мыс Тархангут. Вот маяк. Еще одна достопримечательность – потонувший сухогруз. Катает вдоль берега на лодках, катерах. С другой стороны маяка. Можно подъехать. Тут тоже предлагают экскурсии. Цены такие же – 600 рублей из человека. Либо индивидуальные за 6 тысяч. То, кстати, поспокойнее, меньше людей. И я сейчас собираюсь пройти вдоль берега, поближе к маяку. Вот затонувший сухогруз. Буквально пару минут назад около него кружили лодки с туристами. Вон еще одна выезжает. Вон едут. Получается, приезжая на Тархангут, основные его красоты можно увидеть только с моря. На своих лодках, на экскурсиях, проезжая вдоль мыса. Очень живописная природа. Маяк находится на территории воинской части, пройти к нему никак нельзя. Вот с берега это максимально близко. Ну, я еще вот с той стороны обойду. Просто хотела обратить внимание, что вот с той стороны его даже красить не стали, потому что, видимо, с моря эту часть не видно, если подплывать отсюда. Вот куда мы приехали изначально. И максимально близко я подобралась к маяку с берега. А на пляж мы приехали в Оленевку, на пляж Майами. Там тоже озеро с этой стороны. Белый песочек. И лазурное небо. Ой, море. Лежаки стоят 100 рублей полдня, 150 рублей на целый день. Сегодня было плюс 23. Море вроде было не очень холодное, но сильный ветер целый день. От этого тоже было холодно купаться. В общем, Крым как бы намекает, что пора уже оставить его. Что мы сделаем завтра утром? Сейчас иду к морю проводить здесь последний закат. Ну, почему на видео не видно этой голубизны моря? Черное морюшко. Для меня оно открылось здесь совершенно с другой стороны. Продолжение следует... Продолжение следует... Субтитры делал DimaTorzok Продолжение следует...